Есть определенные особенности в уходе за метельчатой гортензией. Это выбор места для посадки, кислотность грунта, конечно же, и правильная обрезка. Как с этим всем разобраться, я расскажу в этом выпуске. Обязательно досмотрите его до конца, потому что я поделюсь всеми особенностями ухода и самыми популярными сортами гортензии метельчатой. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вообще есть три вида гортензии. Сейчас быстренько, кратенько о каждой. Это крупнолистная, та, что цветет крупными шапками и как раз бывает самых разных цветов. Голубые, розовые, в общем, каких только не бывает. Но плохо зимует в Подмосковье. Древовидная, она высотой до полутора метров, тоже с шаровидными соцветиями, примерно как у крупнолистной. И метельчатая, которая идеально подходит для выращивания в средней полосе России. У нее соцветия такие метелки, именно поэтому она и называется метельчатой. И сегодняшний выпуск как раз-таки посвящен этой королеве сада, которая называется метельчатая гортензия. Садоводы, конечно же, ее любят за огромную декоративность. Ну, вообще все гортензии декоративны, конечно. И за разнообразие форм куста. Селекционерами сейчас, благо, выведено много не только высокорослых, но и карликовых сортов. Их еще называют патио. Высота кустарника не превышает одного метра. Гортензии вы можете высаживать не только в грунт, но и в контейнеры. И использовать для озеленения лоджии и террасы. Очень удобно тем, кто не имеет большой участок. В чем плюс метельчатой гортензии для Подмосковья? В том, что она здесь у нас зимует без укрытия. Ну, не только в Подмосковье, но вообще в средней полосе, в нашей зоне. Но в случае выращивания в контейнерной культуре, в условиях зимы, конечно же, ее лучше хранить в прикопе. Если говорить о самых популярных сортах карликовой гортензии, то это обычно сорта Бобоа, также Литл Фрайс, Литл Пэшн, ну и многие другие, но это самые популярные. Для большого сада подойдут более высокорослые сорта метельчатой гортензии. У них высота кустарника примерно достигает полутора-трех метров. Да, бывают даже гортензии такие похожи прям на дерево. Из таких сортов могу выделить Грандифлору, Фантом, Тардиву и Киушу. Кстати, полное видео с 15 лучшими сортами гортензии уже есть на нашем канале. Обязательно посмотрите его, переходите по ссылке под этим видео и в правом верхнем углу. Давайте немножко истории, откуда же к нам пришла эта самая гортензия. Родиной гортензии метельчатой считается Дальний Восток. Именно поэтому она так хорошо и зимует. В природе она встречается на лесных опушках, на Сахалине, Курилах и особенно в Японии. Там она представляет собой не просто кустарник, а прям небольшое дерево и в высоту достигает целых 10 метров. Представляете, какая красота? А открыл гортензию метельчатую для Европы немецкий врач и ботаник Филипп Франц Зибальд или Филипп. Он не только нелегально вывез на родину образцы многих японских растений, он вывез гортензии, глицинии, магнолии, хвосты и чай, но и занимался разведением как раз-таки гортензии метельчатой. Но это продлилось недолго, потому что у него обнаружили карту Японии и заключили под стражу за шпионаж. И позже его вообще выгнали из страны. Так что стараниями Филиппа Франца фон Зибальда мы можем теперь наслаждаться вот таким прекрасным растением, как гортензия метельчатая. Соцветие, как я уже сказала, в виде метелки. В зависимости от сорта оно обычно может быть более вытянутое, да, или наоборот иметь широкое основание, быть приплюснутой, тоже вот почти шаровидной. В основном у карликовых сортов соцветия более такие плотные, набитые, а у высокорослых сортов более рыхлые. Я хочу рассказать вам о тонкости, которая присутствует у гортензии. Это два вида соцветий. Они бывают фертильные и стерильные. Не пугайтесь, не пугайтесь, сейчас я объясню все, что это такое. То есть гортензия, когда очень пышная, у нее значит много стерильных цветов. То есть цветы стерильные, это значит, что они распустились. А фертильные цветы, они такие маленькие бутончики, и кажется, что вот-вот распустятся, но на самом деле нет. Некоторые садоводы как раз и любят гортензии за это, то что тогда цветочки выглядят, как будто маленькие бабочки прилетели на куст. И вот они так интересно играют прямо на кусте. В общем, смотрится потрясающе. Кстати, почему еще очень многие любят крупнолистную гортензию? У нее практически все соцветия стерильные. А вот у метельчатой не все. Иногда бывают вот такие вот маленькие шарики, которые не раскрываются и не раскроются. Но на самом деле прелесть фертильных цветов тоже есть. И как раз таки в том, что за счет фертильных цветов гортензия издает потрясающий аромат. И вот как раз сколько у гортензии каких цветов, зависит именно от сорта. Поэтому рекомендую вам изучить сортовые особенности каждой гортензии перед покупкой. Еще гортензии с преобладанием фертильных цветов, они более теневыносливые. Как раз таки вы можете посадить их в более тенистых местах. А вот сорта с крупными стерильными цветками растут хорошо только на солнце. Вот смотрите, здесь гортензия сорта Candelite. У нее вот сочетание, вот как раз таки очень видно, да? Вот здесь стерильный цветок, вот здесь фертильный цветок. И вот я говорила про бабочек. Вот они такие, такой интересный эффект создают. Действительно, издалека смотрятся как бабочки. Но аромат приятный. Я, кстати, к своему большому сожалению, думала всегда, что гортензии вообще не пахнут. Но потому что у меня дома когда-то росла именно крупнолистная гортензия. А у крупнолистной, как я уже подметила, у нее в основном стерильные цветки. И стерильные цветки не издают такой аромат, как фертильные. У гортензии метельчатой в основном летом вот такое цветение, да? Оно светлое. Либо белое, либо оно зеленоватое. Но к осени, к осени, вот смотри, 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 они начинают розоветь. Какие-то розовеют, какие-то зеленеют. Некоторые гортензии прям меняют цвета свои от там белого, потом начинают розоветь, потом зеленеть. Это все опять же зависит от сорта. Смотрите, какие красивые. А бывают такие сорта, которые прям вообще малиново-красными становятся. А осенью это, конечно, потрясающее, потрясающее цветение. И меня всегда удивляет этот факт, как цветы, как природа создала вообще такие растения, которые могут нас удивлять каждый раз своей красотой. Причем не просто тем, что цветы красивые, а тем, что они еще и окраску меняют. Удивительно. Хочу вам напомнить, кстати, что в наших каталогах растений вы можете найти скидки не только на гортензию, но и на все растения до 70%. Каталоги абсолютно бесплатные. Можете скачать по ссылке под этим видео. И еще я хочу вам напомнить, что мы доставляем саженцы по всей России. Это очень удобно. Заказать онлайн, сидя дома, растения, которые вы любите. Поэтому заходите прямо по ссылке под этим видео на наш сайт и заказывайте саженцы себе домой с доставкой. Теперь поговорим о том, как правильно выбрать место, куда посадить гортензию. Гортензию вообще считают королевой полутени. Но все зависит, опять же, от предпочтений сорта. Я повторюсь, что с вертильными цветами гортензию хорошо посадить в полутень, а стерильные цветки, ну точнее гортензии со стерильными цветами, посадить хорошо на солнышке. Если мы обратимся с вами к латыни, то название вида гортензия звучит как гидронгея. Если переводить дословно, то означает сосуд с водой. А это говорит о том, что гортензия любит воду. Да, она любит влажную почву, но она не любит ни в коем случае заболоченную почву и подмокание корней. Это уж точно гортензии не подходит. Не забывайте поэтому о дренаже и следите за влажностью почвы. Вам нужно ее поливать обильно, но не очень часто. Обязательно настройте регулярность полива и рыхлите почву после этой процедуры. А также, что еще поможет сохранить влагу в почве, это мульчирование. И можно, чтобы подкислить, например, почву, а гортензия любит кислую почву, то можно использовать либо опилки, либо хвойный опад, либо кору хвойных пород деревьев. Кстати, напишите в комментариях, какие материалы обычно для мульчирования вы используете и вообще используете ли мульчирование на своем участке. А теперь поговорим о таком немаловажном факторе, как кислотность почвы и о том, какие подкормки лучше всего подходят гортензии. Хочу вам сказать прям большими буквами, что гортензия любит кислую почву. Если старые сорта еще могут расти на нейтральной почве, то современные сорта гортензии скорее всего нет. Перед посадкой вам можно сделать анализ почвы. На самом деле это сделать несложно, потому что в каждом садовом центре продаются такие необходимые реактивы и лакмусовая бумага. Таким образом вы сможете проверить, насколько у вас кислая или не кислая почва. Удобнее всего, если вы будете высаживать растения, которые предпочитают кислый грунт, прям целой группой. Так и ухаживать вам будет гораздо проще. Это все хвойные, азалии, рододендроны, голубика, брусника, клюква, верески. В общем, перечислять можно долго. Это вот все классные компаньоны, которые держатся друг об друга и хорошо поддерживают кислотность почвы. Чтобы кислотность почвы для гортензии все-таки поддерживалась постоянно, в почву ранней весной можно вносить, например, сульфат аммония и в течение лета можно несколько раз подкормить гортензию сульфатом калия. Еще один совет, как подкислить почву. Вы можете добавлять в воду для полива органические кислоты. Например, лимонную кислоту можете развести, 1 чайная ложка на 10 литров воды. Также вы можете с поливом вносить янтарную кислоту из расчета примерно 2 грамма на 10 литров воды. Но хочу вам сказать, что когда вы покупаете препараты с янтарной кислотой, обращайте, пожалуйста, внимание на концентрацию самого действующего вещества. Также вы можете использовать 9% столовый уксус из расчета 100 мл на 10 литров воды и проливать это все этим раствором гортензию. Либо использовать специальные препараты, которые продаются в садовых центрах и похожих магазинах. Самое важное, что поливать лучше не в центр куста, а именно по периметру, на расстоянии примерно 20-30 сантиметров от центра куста. Потому что именно на этом расстоянии находится вся часть впитывающих, всасывающих корней. И еще очень важный момент, что лимонная и янтарная кислоты, они вымываются из почвы вместе с дождями, поэтому повторяйте эту процедуру примерно раз в месяц. В нейтральных почвах, кстати, очень часто не хватает железа и марганца. Из-за этого у гортензии начинается хлороз. Это такое пожелтение листовой пластины именно между прожилками. А для гортензии хлороз, он действительно опасен, потому что он препятствует закладке новых цветочных почек. А какая гортензия без цветущих этих всех шапочек? Кстати, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, кто и чем борется с хлорозом. Это очень важно. А я сейчас поделюсь, чем бороться предлагаем мы. В этом случае используйте либо специальные удобрения для гортензий, либо можно проливать почву слабым раствором марганцовки. Он должен быть бледно-розового цвета, но здесь нужно быть очень осторожным, потому что крепкий раствор марганцовки может привести к ожогу корней. Теперь поговорим про зимовку гортензии. Метельчатая гортензия, как я уже говорила, чем хороша? Тем, что она зимует без укрытия. Единственным исключением, пожалуй, являются саженцы, которые не успели прижиться после осенней посадки. Когда вы посадили саженец, обязательно замульчируйте торфом или листовым опадом, и можно даже соорудить над ним такое сухое небольшое укрытие. В дальнейшем таких мер предпринимать не нужно. Она и так прекрасно будет зимовать у вас. Сухие шапки гортензии остаются декоративными даже зимой. Они прекрасно сохраняют форму и украшают сад в таком состоянии. Однако, что хочу сказать, что под тяжестью снега побеги могут обламываться, поэтому лучше срезать основную часть соцветий или плотно связывать их. И теперь как раз-таки переходим плавно к обрезке гортензии. Если вы хотите получить пышное цветение именно метельчатой гортензии, да и вообще любой гортензии, то, конечно же, нужна ежегодная формирующая обрезка. Если вы ее не будете делать, то куст будет продолжать расти, набирать массу, но соцветия будут с каждым годом мельчать. А, конечно же, всем хочется пышное цветение, чтобы зашел и вау. Когда же, собственно говоря, проводить обрезку? Ее обычно проводят где-то в конце зимы, когда температура воздуха установится около нуля, примерно плюс 1-3 градуса, либо уже в начале марта, но до начала сокодвижения. Еще очень важно следить за тем, чтобы центр куста у гортензии хорошо проветривался. Нужно полностью удалять побеги, которые растут в центр куста или перекрывают друг друга. Обязательно проводите обрезку гортензии, и не только гортензии, чистым инструментом. Замазывать срезы нет вообще никакой необходимости, потому что обрезанные побеги гортензии хорошо укореняются, а их можно использовать для получения посадочного материала. Если обрежете сильно, а что значит сильно? То есть на каждом побеге оставите по 2 пары почек, то соцветия будут очень крупными. Но цветение начнется чуть-чуть позже. Если вы сделаете более щадящую обрезку, оставив примерно 3-4 пары почек на каждом побеге, то, соответственно, куст будет более пышный, но цветы будут более мелкими. Вот, дорогие друзья, прямо сейчас вам на конкретном примере покажу, насколько важно, что я имела в виду по поводу того, если вы будете обрезать гортензию и оставлять у нее немного побегов. Вот смотрите, вот здесь всего 2 побега. Старые побеги обрезаны. Посмотрите, какая шапка гортензии просто гигантская. И вот, например, здесь куст гортензии, и уже здесь много побегов, и, соответственно, цветки гораздо более мелкие. На самом деле, начинающим садоводам особенно не так просто подсчитать, сколько почек на побеге, потому что они слабо выделяются. Но если провести пальцами прямо по побегу, вы почувствуете такие небольшие бугорки, утолщение, и сразу поймете, что это они. Почки у гортензии расположены попарно, то есть напротив друг друга. Теперь я хочу найти для вас куст, чтобы показать, какие побеги растут внутрь куста, и как правильно их обрезать. Пойдемте найдем этот куст, чтобы просто было очень наглядно, понятно вам, какие побеги лучше обрезать. Ну вот, возьмем, например, вот здесь. Вот они все, получается, растут в центр куста. Соответственно, они загущают куст и не дают ему проветриваться. Поэтому, если вы хотите, чтобы куст был не загущен, чтобы шапки были огромные, цветущие, обязательно следите за этим и вырезайте все побеги, которые растут внутрь, в центр куста. Вот что сейчас важно понимать, да, взаимосвязь длины побегов и цветения. Гортензия, именно метельчатая, цветет на побегах текущего года. То есть, для стимулирования образования новых побегов нужно проводить обрезку прошлогодних побегов. Вот это просто, что это, что это за красота? Вот скажите мне, ну, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, что это такое? Ааа, просто шикарная, шикарная гортензия. Что это у нас тут за сорт? Это Magical Sweet Summer, сорт гортензии, шапки, посмотрите, какие набитые. Вот этот сорт лучше всего сажать на солнышке, потому что преобладают стерильные цветки. Здесь три куста вместе посажено. И на самом деле, очень-очень-очень круто смотрятся гортензии, посаженные массивом. То есть, сразу в одном месте вы не одну сажаете гортензию, которая там неизвестна, когда разрастется, а прям сразу сажаете три, пять, десять гортензий вместе. Вы не представляете, какая это красота, когда они все зацветают. И они зацветают в ию... в конце июня, и цветут прям до осени, до октября, ну, до сентября, в зависимости от сорта. Вот тоже еще один, посмотрите, какой шикардосный сорт. Шикардосный сорт. Это, по-моему, Lime Light, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Тоже очень красивый, он такой более слегка лаймовый. Кстати, Lime Light очень популярный среди садоводов, потому что он имеет как раз-таки такие лаймовые оттеночки и очень красиво смотрится в саду. Особенно очень красиво и лаконично смотрится, если у вас, например, преобладают белые, белые и зеленые оттенки в саду. Дорогие друзья, еще хочу вам сказать, напомнить, всегда об этом говорю, что скачивайте наши каталоги растений, потому что там иногда бывают скидки, даже не иногда, а всегда бывают скидки до 70%. Там полный перечень наших растений, Москвы и Питера. Скачивайте по ссылке под этим видео. И еще, что очень хочу важное вам сказать, что у нас питомники в Москве и в Питере, но я знаю, что нас смотрят не только люди из Москвы и Питера, не все могут к нам приехать. И это вообще не проблема. Приезжайте, не надо приезжать, вы можете зайти к нам на сайт, и мы отправляем растения по всей России абсолютно. Все очень просто. Мне кажется, сейчас онлайн-шоппинг это суперудобная вещь. Ну согласитесь, вы просто заходите на сайт, находите нужные вам растения, кладете в корзину, заказываете, и мы отправляем почтой или с деком. И самое главное, что доставка по супер-супер выгодной цене. Правда, это очень удобно, так что заходите к нам на сайт, заказывайте саженцы, а мы и вам отправим. Кстати, не только саженцы, но еще и семена. Пишите комментарии, если у вас остались вопросы или есть полезные советы по уходу. Обязательно ставьте лайк и, конечно же, до новых встреч!